Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. На протяжении всех последних месяцев у кремлёвской пропаганды была одна, но крайне важная задача – взбодрить приунывших от постоянных неудач россиян. Последние были явно не готовы к настолько затяжной и кровопролитной войне, ровно как не были готовы видеть своих мужей и сыновей в роли пушечного мяса. Мобилизованных наших бросают как мясо, чтобы мгновать их репрайоны. Просим отозвать ребят с линией соприкосновения и обеспечить их артиллерийскими орудиями и боеприпасами. Только за последние 2-3 недели мамы и жёны мобилизованных записали десятки слезливых обращений к царю. Посодействуйте в направлении к ребятам дополнительных сил или эвакуациям. Мы верим, что только вам под силу спасти наших отцов, мужей, братьев, сыновей. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста, помогите нам, Владимир Владимирович. Им приходится идти на штурм практически без вооружения, как пушечное мясо. Также на штурм направляют смобилизованные из рода обеспечения, которые изначально даже не готовились к такие задачи. Их не оснащают должным образом оружием и другой техникой. Мужчины защищают родные земли жителей ДНР одними автоматами. И для Кремля это очень тревожный звоночек. Поэтому на прокачку мозгов населению бросили всё, что только можно было бросить. Вон сейчас вам дед Ванга, когда будет победа, расскажет. Самый важный вопрос, когда киевский режим будет уже окончательно разгромлен? Продлится ещё, конечно, около года, может. Вот по моим прогнозам всё уладится в марте 2023 года, в марте. Вот выходит даже цифра 17 марта. Ну, там несколько дней плюс-минус. 17 марта. Шо кому неясно? А хотя, ой, подождите, обещанные сроки уже пришли, а дед Ванга снова дал подливы. Ведь если кто забыл первый раз победу холопом, он обещал ещё в сентябре 2022 года. Когда Зеленский подпишет капитуляцию? Я думаю, вот так, до сентября, где-то в сентябре. В сентябре должно стихнуть. Кисло 17. Вот цифра 17 выходит. То есть в аккурат в те дни, когда российская армия, отступая, сдавала по 20-30 километров в день. Но с тем учётом, что память у большинства уропатриотов приблизительно такая же, как у рыбки Гупи, претензий к каналу НТВ, естественно, никто не предъявлял. Более того, пропагандисты просто переписали тексты, и теперь уропатриоты Ваня и Маша ожидают победу где-то к маю. Ну или около того. А если там действительно какой-то эксперт здраво, без каких-то там своих историй, посмотрит исключительно на то, что происходит, мы реально поймём, что кульминация. Я вообще считаю, что если сейчас там в мае будет победа. Ну а поскольку в реальности никакой победы и не пахнет, а влажная история о Новороссии и российских гарнизонах в Киеве бесит даже Соловьёва. Есть закон войны. Они собирают 100-тысячную армию. Они нагоняют туда технику Запада. Они разворачивают свою промышленность. Надо смотреть не то, что вам пытаются дуть в уши, а то, что реально происходит. Готовы ли нас для этого общество? Готовы ли у нас экономика? Готовы ли у нас политическая система? Готовы ли мы осуществить весь набор мер и задач для того, чтобы решить ту, которую вы сформулировали? Что были Новороссия, Малороссия и уничтоженные Бандераштаты? Большинство останкинских болванчиков пребывает в режиме постоянной истерики, к которым явно дополняются ещё и проблемы на личном фронте. Воевать за мир и всё равно что-то за девственность. Мы давно замечали, что у очаровательной Маргариты ни один эфир не обходится без истории про секс или недвусмысленных намёков. Они не дадут заднюю. А зачем им давать заднюю? Им плохо, что ли? Мы-то заднюю точно не дадим. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Мы вот тогда дали заднюю, которая позволила им думать, что мы вообще-то заднюю даём. Но теперь же тётю совсем понесло. Не, понятно, что Тигран всю энергию тратит на несмешные шутки. Я даже знаю, что один из водолазов выглядел вот так. Ну а что это? Это он ходит плохо, ныряет. Ого! И угрозы по телевизору. Вы ещё забыли, что не надо включать режим. У моей страны под названием «Русские не сдаются». Вам всем будет, если этот режим будет включен. А он включился. Но есть же ещё редактора какие-то. И вот они точно могли бы намекнуть Маргарите, как странно выглядят её тексты. Хотя допускаем, что поправлять такого большого начальника банально страшно. Тётя ж линию партии народу доносит. И это, кстати, отдельная укатайка. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые два-три сколько там дней. Слыхали, братцы? Победила, оказывается, Россия Украину за два дня. Вот всё, как Марго до войны и обещала. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего её побеждать-то? Господи, ну Украина. Ну а потом, видимо, с третьего дня НАТО в бой включилось. Да так удачно, что Россия даже из Херсона убежала, которые признала своим. А потом началась война с НАТО. И не только с НАТО. Так вот, сейчас идёт война с НАТО на территории Украины. Не, нам, конечно, понятно, зачем Марго прокачивает темник про войну с НАТО. Ведь иначе придётся признать, что типа лучшая армия в мире. Да вообще российская армия сегодня одна из лучших в мире. Это признают сегодня все. Российская армия сегодня самая современная в мире. С лучшим оружием, боевым опытом и под чётким командованием. С заметной регулярностью выгребает от Украины. А для уропатриотов это прям невыносимая боль. С другой стороны, даже самый глубинный народ вполне мог бы уточнить у пропагандистов, извините, милейшая. А почему НАТО пришло воевать с Россией с двумя десятками советских самолётов, имея сотни, если не тысячи единиц суперсовременной авиации? Мы воюем не с ВСУ, мы воюем с НАТО. Нам противостоит армия НАТО. Мы воюем, как ты справедливо сказал, с НАТО? Сто процентов мы видим, что с нами воюет НАТО. Сюда же вопросики о крылатых ракетах. Якобы идёт война с НАТО, а о томогавках нет даже и речи. А ещё нет речи о флоте, ну там разных ракетоносцах. Или вы хотите сказать, что НАТО пришло воевать с Россией на вот таких вот катерах береговой охраны? Экипаж патрульного катера «Айленд» смог уничтожить российскую крылатую ракету из пушки. А ещё, оказывается, основной танк НАТО – это Т-72. А вместо многомиллионных профессиональных армий за НАТО почему-то воюет вчерашний тракторист Мэкола. Но признать очевидного в России не могут. И не смогут. Ведь тогда все байки о величии империи и непобедимой армии. Мы великая страна, мы великая держава, и у нас будут мощные вооружённые силы. У американского гегемона пупок не выдержит. Военным путём Россию победить невозможно. Придётся засовывать куда-то очень глубоко. Возможно, Антоша Красовский подскажет варианты. А можно говорить жопой, не переживайте. У Красовского, кстати, с карьерой всё прекрасно. Естественно, в самой скрепной духовной стране мира ему простили предложение топить и сжигать украинских детей. Вот прям топить этих детей, топить. Прям в Тесыне. Это сказал, что, так сказать, о Баскале оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. И Антошка снова феерит в эфире. Правда, здесь надо признать, что был их ухмылочек, самоуверенности и угроз. Нынешнее руководство Украины ещё при своём правлении увидит свою карту без Киева, Житомира, Одессы и, наверное, даже Львова. Я лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой, Конституции прямо на Майдане незалежности. Как-то удивительным образом стало намного меньше. Допускаем, что Красовский чуток опустился на землю после памятной истории с херсонским хлебушком да подсолнухами. И это наш русский хлеб на нашей русской земле. Это наша пшеница, наш хлебушек. И мы его никому не отдадим. А ведь мы тебе, Додик, тогда говорили, что если хлебушек не садил, не нужно им перед камерами хвастаться. В итоге Херсон вернулся в родную гаву, а пропагандист Красовский устраивает истерику за истерикой. Сейчас мы вам главного европейца покажем. Мы русские. И нам небезопасно в Европе. Мы русские. Мы главные европейцы. Мы самая большая европейская нация. Эх, Антошка, не поможет вам этот дутый пафос. Ой, не поможет. Мы должны объединиться против этого террористического мира. Мы должны объединиться и победить. С другой стороны, есть скромное мнение, что кроме этого самого пафоса, пропагандистам больше нечего предложить россиянам. Поэтому вот тупо каждый эфир превращается в бенефис пустословия. Хватит уже. Хватит. Мы заканчиваем эту войну. Мы сейчас этот гребаный мир спасаем. От реинкарнации нацизма. Слыхали? Нет, оказывается, никакой захватнической войны. Россия просто планету спасает. Причем это явно спущенный сверху темник. Ведь о России спасительница в последние недели заговорили тупо все. Мы справимся. Мы же должны спасать мир. В этом великое предназначение России. При этом эта якобы незахватническая война нисколько не мешает всем останкинским додикам фантазировать о будущем Украины. Например, о том, как после победы России десятки, если не сотни тысяч украинских пленных, будут вкалывать на сибирских рудниках. За полярный круг, ну, например, добывать фосфаты. Или за полярный уголь. Где-нибудь в Иркуте тоже неплохо, кстати. Вот многих взятых в плен украинских военнослужащих я бы отправил по этому проверенному их прадедами и прапрадедами маршруту. И вот здесь мы очень бы рекомендовали Мардану песню «Фантазер» переслушать. Причем минимум раза два. Ведь на своих эфирах пропагандисты мечтают не только о рудниках для украинских пленных, но и об автономии Украины в составе России с очень таким ярким президентом. Вот такой человек, как Пригожин, да, в качестве президента автономной республики Украина в составе Российской Федерации, я думаю, что проголосовали бы и жители этих территорий, и мы поддержали бы. Ой, ну все, спасайся кто может. И здесь мы напомним Мардану, что подобные тексты мы уже слышали, только там вместо Пригожина Саня Захарченко был. Тоже с нереальными якобы рейтингами. Александр Владимирович Захарченко, не исключено, что он, кстати, по юго-востоку России, ой, отставить, юго-востоку Украины, имеет колоссальный рейтинг. И неизвестно еще, сколько народу тайно в Киеве может поддержать. Однажды Порошенко принесли исследование, кто является самым популярным и самым уважаемым политиком на Украине. Александр Владимирович Захарченко вошел в пятерку. Поэтому если бы Европа разрешила бы выбор провести на Украине, мы бы быстренько выиграли бы. Правда, предвыборная кампания почему-то закончилась для Санчо на кладбище, где он очень качественно соблюдает перемирие. И есть скромное мнение, что с кандидатом Пригожиным вполне может случиться нечто похожее. Что же вы тогда делать-то будете? Виктора Федоровича из-за поя выводить? Я действующий президент. Я уверен. Шизофрения. Или, может быть, Дона Кадырова оживляет? Рамзанчик, кстати, судя по отекшей морде лица и шпаргалке с гигантскими прописными буквами. Как дела в республике? Если бы разрешили Дон, я чуть похвастался бы. Пожалуйста. У нас в 2002 году Чеченская республика заняла предыдущие два места, позиции в различных сферах. У нас первое место по числу успешно реализуемого госпрограмма. Чувствует себя, мягко говоря, не очень. Отчего недавняя встреча Путина с сынком Рамзана... О встрече Кадыров-старший рассказал в своем телеграм-канале и назвал ее неофициальной. Так сказать, заиграла новыми красками. Так бывает, когда молодую лошадку, ну или ишака, показывают публике перед будущими скачками. Ведь старое смешное пони... Мы не подведем вас, Путина Ильич. Я смею вас. Судя по внешнему виду, уже не особо выгребает. И все это сулит внутрироссийской повестке «Веселое будущее». Ведь не факт, что младшенький потянет такой сложный регион. Особенно в условиях, когда денежек на Чечню, как и на другие регионы, будет все меньше. Меньше, потому что былых доходов нет, цена на нефть упала, да и война их как пылесосом тянет. А ведь давно известно, что патриотизм кадыровцев прямо пропорционален количеству даний из Москвы. Поэтому лично мы бы на месте пропагандистов не о пригожине в Киеве мечтали, а думали о том, что может случиться прямо за вашим окном. Хотя, ладно уж, помечтайте пока. Ведь ничего другого для россиян не остается. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!